Ух, ладно. Было бы странно игнорировать самый большой, пожалуй, и самый значимый глич в истории Destiny. Никогда ещё игра не ломалась настолько сильно, никогда ещё игроки не получали доступ к полностью, по сути, легальным читам. Это даже не преувеличение. Никакие сталкивания боссов в пропасть, никакой поломанный стак урона не идёт в сравнение с тем, что происходит в игре сейчас. Что именно? Ну, давайте вкратце расскажу для тех, кто не в теме, хотя об этом сейчас кругом трубят, но о том, как юзать сам баг я не скажу, я об этом писал в своём телеграме, ссылку на неё найдёте в описании, да и вообще инструкций сейчас об этом полно. Ну так вот, в игре сломалась функция крафта оружия. Теперь она позволяет менять архетипы оружия, перки его и другие характеристики в любом наборе на легендарном оружии. Кроме того, вы можете переносить некоторые экзотические перки с экзотического оружия на легендарное. Да, да. Автомат, стреляющий очередями, но при том свойство выстрела полностью скопировано из дробовика? Да, в игре это теперь есть. Гранатомёт с автоподзарядкой, стреляющий тоже очередями, как пулемёт? Да, тоже есть. Плазменная винтовка в шкуре гранатомёта или пулемёта, да чего угодно, наносящая просто миллионы единиц урона по боссам? Это сейчас есть в игре. Реакция разработчиков? Веселитесь. Скоро мы это исправим, пушки сломанные откатим, но банить никого не будем. И да, отдалённо, очень с большой натяжкой, это очень похоже на то, что было с поломанной линзой Прометея несколько лет назад, когда экзотическая лучёвка наносила кратно увеличенный урон и банджи не отключили её, а наоборот, дали возможность пофаниться с ней до фикса всем, раздав тогда экзот с ближайшим зуром. Позже ещё была даже выпущена специальная памятная эмблема для тех, кто застал баг. И меня такое отношение к багам и эксплойтам скорее восхищает, чем бесит. В моём телеграмме я в первый же день сообщил о баге, и в комментариях образовалось что-то вроде спора о том, насколько это честно, насколько этично и правильно, что столь критичные баги не являются причиной, аргументом, для того, чтобы экстренно отключать, не знаю, серверы игры или хотя бы доступ к анклаву. Как же так разработчики посмели разделить сообщество на тех, кто юзает баг и убивает боссов и противников в пвп примерно за одинаковые пару секунд, и на тех, для кого багаюз запредельное преступление против совести, и они как бы отстают, меньше лута получают, потому что те-то быстрее его наращивают. С одной стороны, подобные споры мне уже не так интересны. Я устал когда-то от срача про правильное и неправильное убийство Ривен в последнем желании, когда одна часть сообщества свято верила, что команды, которые убивают Ривен не по механике, через глаза, не видят игру, неправильно в неё играют, и их надо вообще канцелить и не брать их на ЛФГ. Дошло до того, что я спрашивал об этом даже приехавшего тогда в Москву продюсера Банджи, который посмеялся в ответ и сказал, что оба варианта легитны. Но и это тоже никого не убедило. Так что сейчас, когда объективно мы, повторюсь, столкнулись с крупнейшим багом в истории игры, очевидно было, что полиция справедливого и несправедливого получения удовольствия от игр поднимет свои силы по тревоге. Так вот, в этот раз я не хочу тратить много времени на спор, но высказать свою точку зрения считаю важным, и отметить этот баг на канале тоже, потому что событие исключительное. Я бы хотел, чтобы на моём канале была отметка об исторической херне с игрой, потому тут на фоне вашей клипы, а не просто мой геймплей. Итак, баг ли это? Безусловно. Ломает ли он баланс в игре? Ломает, конечно. Должны ли были Банджи отключить серверы игры? Нет, не должны. Должны ли багаюзеры получить бан? Чёрт возьми, ни в коем случае. Думаю, по первым двум вопросам пояснения не нужны, а вот по двум крайним согласятся со мной не все, так что дам пару комментариев. Банджи буквально легитимизировали использование бага, сразу же как по нему подняли шум. И я считаю это рискованным, но единственно верным решением. Признать проблему и обратить её в точку позитива. Что я слышу в их заявлении. Да, мы знаем, сломано, но кажется вам весело. И такого точно не может повториться вновь. Так что нам кажется классным устроить несколько дней безудержного фестиваля сломанного всего. Последнее время в игре было мало весёлого, согласитесь. Редко от игроков можно было слышать, что им капец как весело проводить время в игре. Так что дать в руки игрокам безграничные возможности по созданию оружия было хорошей возможностью поднять какой-то позитивный градус. Не для душных игроков, конечно, которые знают как играть правильно, а как нет. И пытаются щёлкать по носу каждого, кто заикается о том, чтобы, не знаю, получать от игры фан так, чтобы переиграть эту самую игру на её же поле с её же механиками. Правда и ради, банджи всегда умели в самоиронию. Без неё крупным брендам вообще очень сложно выходить из спорных ситуаций. И я рад, что это стали понимать многие другие компании в последнее время. Был лут кейв с бесконечным лутом. Его превратили сначала в памятник, а потом и в целое подземелье. Сломалось какое-то оружие. А давайте эмблему в честь него нарисуем и раздадим игрокам. Притом баланс-то в этом есть. Зачастую имбовые штуки, наоборот, отрубаются. Чего далеко ходить. Рейд Кроты недавно запустился с наполовину отключенными пушками и модами. Потому что это угрожает соревнованию. Сейчас соревнованию ничего не угрожало. Да, у нас на этих выходных испытания Сириса проводились, но они проводятся каждые выходные. И отключать эти, ну, не было смысла. Типа, это просто остались единственными испытаниями Сириса, во время которых не ты попадаешься на читеров, а все вокруг легальные читеры. Баны за подобные приколы вообще невозможны. Поскольку в игре со столь большим количеством контента, столь внимательным сообществом, со всеми проблемами и неповоротливостью технической части всегда будет что-то находиться, использоваться и обсуждаться. Камон, у нас есть канал Чиза, который полностью посвящен этому. Отчасти это и делает игру живой. Сколько старичков из первой части, проходя возвращенный недавно рейд Крах Кроты, шутили про, ну чё пацаны, кабель дергать на боссе будем или нет? Да, наверное, все. Подобные гличи всегда были генератором историй и всегда будут. Пока это не достигается запрещенным софтом, и пока разработчики не говорят о том, что это несет угрозу безопасности и комфорту игры для других игроков, все в порядке. Расслабьтесь, веселитесь. В Destiny мы это делаем не так часто, что странно. И отдельное спасибо тем, кто прислал мне клипы с багом. Я сам не смог его активировать, потому что играю на консоли, и это, в общем, не так просто. Пишите, что думаете в комментариях об этой истории. Она действительно уникальна, так что будет интересно почитать и пообсуждать. Счастливо!